В Воронеже 18 раз прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту Кубок Черноземья. Все подробности выясним у наших гостей. В студии Максим Лебедев, тренер по парусному спорту. И Денис Иванов, спортсмен, член сборной команды Российской Федерации по парусному спорту. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну, конечно, невероятное количество медалей сегодня на нашем столе. Это вы все на этом Кубке Черноземья взяли, рассказываете? Нет. Все медали с разных соревнований, с разных городов. За какой промежуток времени, за какой период? Девять лет. Девять лет. Сколько масштабными были эти соревнования? Они являются у нас межрегиональными, уже проходят не первый год. На этот раз у нас собралось порядка девяти регионов. Ого! Это сколько участников было? Девять регионов представляли сколько человек? Примерно сто человек. Сто человек. А сколько в команде человек? Команды, на самом деле, приезжают по-разному. Ну, какие-то больше привозят детей, какие-то поменьше. Ну, сколько на яхте вот человек? Яхты, опять же, у нас разные есть. В основном одиночки. Ну, есть также ребята в экипаже вдвоем ходят. Ну, невероятно красивое зрелище было на Воронежском водохранилище в последние дни, когда под белыми парусами спортсмены, собственно говоря, участвовали. Это было очень зрелищно. Расскажите, пожалуйста, с какими результатами, собственно говоря, прошли эти соревнования? Для наших спортсменов было несколько, наверное, золотых медалей. То есть это у нас экипаж Вишнагора Егора и Орешечкина Любомира, то есть заняло первое место. Также призовые места у нас были в классах Зум-8, в Лазеры-4 и 7. А что означают эти классы? Они, ну, совершенно разные яхты, и такие аббревиатуры у них, то есть в зависимости от парусности, еще что-то. То есть какими-то яхтами управлять сложнее, какими-то легче? Да нет, плюс-минус яхты управляются одинаково. Они, конечно, отличаются габаритами, размерами. И как вы пришли в данный спорт? Привела меня мама 9 лет назад в первом классе. Так, а почему привела, почему остался, почему столько медалей взял? Ну, в то время я искал, чем заниматься, вот, на многие спорты походил, мне не все понравилось, и парусный спорт. Первый мой тренер был Вадим Валерьевич, он привел мне любовь к парусу. Денис, но ты до этого видел этот вид спорта? Нет. Или как просто? Да, мама в интернете нашла. А, эксперимент. А в море выходил? Конечно, много раз. Ну, и как ощущения отличаются, когда ты по Вармическому водохранилищу ходишь? Ну, больше эмоций в море. Сложнее идти. Сложнее? Да. А страх, он присутствует? Нет. Нет? Ну, может, в начале был, уже нет. Ну, это же стихия на самом деле. Ветер, вода, это все стихии. Человек не может управлять стихиями. Ну, уже привыкаешь все столько лет. И не впервые. А сколько лет, получается, стаж? 9. Ну, 8 соревновательных, наверное. Ну, а расскажи, пожалуйста, вот о медалях, которые ты сегодня принес. Самые значимые для тебя? И вообще, как часто ты на соревнованиях ездишь? Ну, за сезон бывает 15 выездов. 15 выездов? Да, может, больше. Ого! Вот самое значимое для меня, наверное, это первое место на первенство России. Да. В дисциплинах. Вот. То есть ты лучший в России, получается? Ну, по 23-му году, да. По 23-му году. Максим Витальевич, а как проходят тренировки парусников и какими качествами должен обладать спортсмен? Тренировки проходят, ну, совершенно различные. Начиная от физической подготовки на берегу, тактической подготовки, теоретической подготовки, заканчивая специальной физической подготовкой на воде. То есть ребята тоже оттачивают навыки ведения лодки, выполнение каких-то там маневров, поворотов, использование там в различных погодных условиях, потому что яхта совершенно по-разному себя ведет. Там и сильный, слабый, средний ветер и так далее. Плюс, как Денис говорил, тоже очень сильно влияет там та же волна, потому что некоторые спортсмены умеют ей пользоваться, некоторые не очень. Соответственно, это тоже сильно влияет на результат. Поэтому он достаточно такой координационно зависим, физически зависим. Плюс, естественно, у спортсмена должна работать голова. Максим Витальевич, ну скажите, какие перспективы у воронежских команд на этот год и на следующий год будут? У нас предстоят уже в конце сезона сейчас основные старты начинаются. То есть это участие в первенствах России. И в этом году у нас также будет спартаки от учащихся. То есть она на всероссийском, можно сказать, уровне является одним из главных стартов для практически всех регионов и большинства спортсменов. Соответственно, нашу команду тоже будут представлять порядка пяти спортсменов, в том числе Денис. И ожидается не менее двух медалей призовых. Денис уже входит, да, в состав сборной Российской Федерации? А сколько у вас человек там? Если во всей сборной, во всей команде, молодежный, основной состав, мне кажется, около сотни спортсменов. О, ну это значимо, да. Ну а расскажите, пожалуйста, насколько вообще этот вид спорта он популярен у молодых людей, да, кто приходит в спорт. И каким надо быть человеком, какими навыками обладать для того, чтобы себя реализовать в этом направлении? Ну, парусный спорт, он достаточно популярен на самом деле, потому что некоторые старты собирают там, как, например, геленджикская регата, там более тысячи спортсменов, на которые приезжают. Они сейчас и стали у нас международными соревнованиями, то есть приезжают там ребята из Армении, ближнего зарубежья, Белоруссии и так далее. Вот. Для того, чтобы, ну, прийти в парусный спорт, не знаю, наверное, каких-то особенных навыков там не нужно, конечно. Желательно, чтобы ребенок, естественно, не боялся воды и мог с легкостью залезть в яхту. С какого возраста берете? С 9 лет. Вы и так пришли в парусный спорт, расскажите. Мне, можно сказать, тоже, как Дениса привели за ручку. Вот. Но единственное, что у меня отец, конечно, занимался парусным спортом до этого, он входил в состав сборной Белоруссии. Соответственно, парусный спорт для него являлся основным видом деятельности, поэтому я привел за ручку и сказал, будешь заниматься. То есть вы с детства на яхте? Да, наверное, лет тоже, ну, может, с 8, может, с 7. Но для вас это романтика или все-таки это труд и, знаете, как физкультура? Ну, романтического, наверное, не так много. То есть получаешь, конечно, с удовольствием отхождения на яхте. Но, опять же, начав тренерскую деятельность, ты уже, конечно, больше получаешь от результата своей деятельности, от результата спортсменов. То есть ты понимаешь, что ты не зря тратишь свое время, а помогаешь спортсменам достигать каких-то целей и успехов в жизни, в карьере. Ну, это замечательно. Мне кажется, видя вот такое многообразие медалей, которые сегодня вы нам показываете, да, действительно есть чем гордиться. Это факт. Мы благодарим вас за сегодняшний визит. Спасибо вам большое, что это утро провели вместе с нами. И, конечно, желаем вам, чтобы ваша копилочка медалей пополнялась. Напомню, в студии были Максим Лебедев, главный тренер по парусному спорту, и Денис Иванов, спортсмен, член сборной команды Российской Федерации по парусному спорту. Наш тренифер продолжается. Продолжение следует...